МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, княжна, княжна, скоро ночь я пройшла, Не поспел я тобой надолвиться. Ой, княжна, княжна, скоро ночь я пройшла, И в подгорце дала я плодиться. Вя дома, что театр починается с вешалки. С чего ж починается ансамбль танца «Апельсинь». Прословутая вешалка есть и тут. И все ж танцевальный коллектив починается с удала подобранных ботов. Без их никуда. Тому, что незручный обуток можно сапсовать у весь танец, як бы добрый он не был поставленный. Любая, сдавалась обдробясь, можа опынуться настолько важной, что здольная повплывать на увесь процесс. Сейчас, да, трудно с финансированием, но все-таки по большому счету, по большому счету, Гомсельмаш нас не оставлял и на сегодняшний день не оставил. И как бы ни случилось, и как бы ни сложилась ситуация с Дворцом культуры в будущем, допустим, потому что вы знаете, что сейчас на бюджет передает учреждение культуры, я вот как директор, и я думаю, что любой тот, кто работал, Гомсельмашу только спасибо. Кстати говоря, вот это слово Гомсельмаш, оно всегда накладывало на нас такую, знаете, я бы сказала, сверхответственность. Вот за спиной всегда ты чувствуешь, что ты представляешь Гомсельмаш. И никак нельзя сделать плохо. Ну, никак. Все не тяжко уявить Раису Ветрову в иншей профессии. И як высветлилась, она не сбиралась быть директором Палаза культуры. Галия Ее, выпускниц у Ленинградской высшейшей профсоюзной школы культуры, уговорили узначалец клубную установу, и она была переконана, что эта праць не для Ее. Ты больше не мерковала, что зашовши выпадкова у танцкласс закахается в этом остатство назаужды. Я вам хочу сказать, что я не хотела быть директором. Не хотела. Но в то время, когда меня назначали директором, это была номенклатура горкома партии, и утверждали меня, и как и любого человека на эту должность, на бюро горкома партии. Говорю, что я не хочу быть директором. Как? Вы член партии, у вас специальное образование, у вас опыт работы, у вас, в конце концов, способностей к этой работе, кто же, как не вы, вот чтобы вы вот здесь, вот в моем кабинете, слово «нет» и «не хочу» произнесли последний раз. Теперь кожный раз, який Амаль сорок году тому, стоять я на за кулисами, переживая, и радуется за выхованцев, без яких сёння, який бестанца, не въявляя своего життя. Апельсин, это дитя, апельсин, знаете, как неожиданно родилось. Просто уходил человек в декретный отпуск, а группка деток, они поработали всего там месяцев 9, она оставалась. И руководитель попросил, говорит, Раиса Васильевна, подыщите руководителя, жалко детей хороших. Но я туда-сюда, ничего у меня не получилось, никого я не нашла. А я, когда после школы работала на фабрике 8 марта, кстати, я там была ударником коммунистического труда, вот когда это движение только началось, вот, и я там занималась в танцевальном коллективе 4 года. Я ездила в Минск на курсы. Ну, и я думаю, ну, в конце концов, дети маленькие, ну, что я не смогу. И я с ними, значит, начала заниматься. Прошел месяц, 2-3-4, а руководителей все нет и нет. И так прошел год, вот, и я вот так, собственно говоря, и осталась. Это был инший джаз, иншие люди, да и Краина была иншая. То, с ним по-иншему, и шла праца Палаца культуры Омсельмаш. Астону его дейностью лечилася культурно-массовая работа с упрацовниками предприемства. Агенчики, бешеры отпочинку, дискотеки, развивалась цеховая самодеятельность. О, это было же очень давно уже. Это же было в 1978 году, страшно сказать. Ну, это был обычный дворец культуры с обычным набором вот этих наших клубных форм. Но я не скажу, что он был, вы знаете, в таком развале. Нет, конечно. Ну, не было многих коллективов, о которых, допустим, я мечтала, чтобы они были, допустим, ансамбль бального танца, там, допустим, там, студия романса, там, и так далее. Ну, не очень хорош. Мне хотелось многое изменить. Уявите себе, люди только что працавали для станка, и у них есть усяго 20 хвилин перапынту на то, ака выпить горбаты и отпачить. А тут клубники с баянами пришли долучать их до творчасти, и у клубников отрымливалось. Мелись и некие рычаги у здеяния на працованный класс. В сяродзаводчан утваралися выдатные хоровые коллективы, вокалисты, дуэты, трио, и усяго это было створано без адрыву от вытворчасти. Были коллективы. Был и народный хор, и танцевальный коллектив, и детские коллективы были. Правда, конечно, как и вообще все, немножко, может быть, качество было другое, но по тем временам это тоже было неплохо. Но вот вы понимаете, какая странная вещь. Вот нас раньше как бы заставляли, что ли, чтобы в субботу, воскресенье дворец обязательно работал, чтобы работали кружки, но люди почему-то в субботу и воскресенье как-то не очень на это шли. Сейчас нас никто не заставляет, но у нас в субботу полный дворец людей и в воскресенье. Ну и нареште у палац приходили дискотеки, якие полюбились и сельмашовские молодцы. Теперь тяжко собеу явить, что на их одночасово сбиралось около тысячи человек. Не обыходило себя в домах и без боек, и инших хулиганств. Алья што зробишь? Это был важкий грошовый додаток до бюджета установок. В уголе, в те годы палац культуры имел велизарное значение и удельничал у многих сферах життя сельмашовцев, от выхования и до укоронения массы идей. Палац, який открылся в 1960-м годе, наравне со школами и университетами, стал справдной фабрикой и в творчестве идеологично правильных грамадзян. С часами идеология сошла, а Гомселемаш, как и тысячи других палацов культуры по всей Украине, застався с кружками и студиями. Сейчас вот эти слова, там, родина, патриотизм, они как-то не то, что неловко кому-то произносить, но стеснительно, что ли. Я абсолютно говорю без такого какого-то заискивания, что ли, перед родным Гомсельмашем. Ну что мне, собственно говоря, карьеру мне уже не делать. Я уже человек, так сказать, как у Леонида Филатова. Как-то там у него... Я фольклорный элемент. У меня есть документ, я вообще могу от седа улететь в любой момент. Так что я говорю совершенно искренне. Я скажу, что я действительно люблю Гомсельмаш. И скажу почему. Не только потому, что он поддерживает, и всегда поддерживал Дворец культуры, но я, можно сказать, здесь все как-то сложилось. Здесь моя работа. Гомсельмаш мне дал квартиру. Гомсельмаш. Здесь работает моя дочь. Здесь у меня на заводе хорошие люди, которые меня поддерживали. У Велизарный конструктивистский будинок зараз усилилась новая життя. Задача Раисы Ветровой – увастив старые стены с новым сенсом. Миссия палаца – это оказание якосных послуг на основе развития творжых индустрий. Причим улады спадяются, что палац культуры только их Рашима сыт и не будет. И он почне притягивать приватных инвесторов и навозараблять самостойно. Платные услуги. Мы стали этим заниматься гораздо раньше, чем некоторые мои коллеги в Гомеле. Это, конечно, заставляет нас интенсивнее думать, что-то такое организовывать новое. И у нас их достаточно много, достаточно много, потому что у нас большой все-таки для нашего дворца культуры, для такого вот учреждения с такой вот базой, с таким количеством помещений, с такими вот площадями, у нас достаточно напряженный такой план, его надо выполнять. И, конечно, это заставляет в этом плане нас шевелиться. Але есть еще одна задача – скоротить разрыв во взрослых наведовальников. Аудиторы омали у всех домов культуры гэта альбо дети, альбо пенсионеры. Мэта, яку ставят перед собой директор Раиса Ветрова притягнуть активное працующее насельство. Палацы ранее наведывало немало людей, а за разы тысячу год. Малышей, вообще детей, скажем так, вот в возрасте от полутора лет, у нас есть и такие формирования, там мамы с детками занимаются, и до, где-то до 18, и вот такие вот, их, конечно, большинство, большинство. Но такие коллективы, как, допустим, народный вокальный ансамбль «Купава», там люди по-велорусскому кажутшие сталого взрослого. Такие коллективы, как студия «Романса», там так само люди сталого взрослого. Хоровой, народный хор, там тоже люди такого солидного возраста. То есть я бы не сказала, что это для пенсионеров и для детей. Конечно, если сравнивать, то детей, подростков гораздо больше, чем взрослых людей. Ну, это тоже можно, если углубляться вот в эту тему, то это тоже можно объяснить. Вот те дети, которые сегодня занимаются, я думаю, что они будут продолжать заниматься и в 16, и в 17, и в 18, и кто его знает. У нас он занимается, там, сур, допустим, до 25 лет. А как же активный возраст? 30, 40 лет, 50, наконец, еще можно тоже считать, как активный возраст? Понимаете, и такие, конечно, люди у нас есть. Вот в таких формированиях, допустим, как, вернее, в таких конкурсных программах, как «Что, где, когда», вот, или клуб интеллектуальных игр «Кэрин», или, допустим, клуб «Аккорд» гитаристов, здесь, конечно, люди вот такого как раз активного возраста. Ну, студия восточного танца, вот почему-то это так вот прямо популярно. Вот здесь тоже люди такого, женщины такого вот активного возраста. Так что, ну, конечно, их меньше. «Через реченьку, через колото, подай рученьку, море золото, подай рученьку, море золото». Тысяча участников. А группу вот таких вот коллективов, клубных формирований, как мы их называем, их 31 клубное формирование. Но это не значит, что 31 группа, потому что, допустим, вот если у нас клубное такое формирование, хореографическая студия «Кропельки», там детки от 4 до 6, включительно, ну, где-то даже до 7. И мы показываем, как одно формирование, а на самом деле там 12 групп. Вот. Поэтому, если так вот по количеству, то очень много. Но мы так ни в статах, что-то так не показываем. Мы показываем 31 клубное формирование. Заслуженный аматерский коллектив Беларуси «Апельсин», лауреат премии Федерации профсоюза в Беларуси, немая потребы у представлений. На его танцах выросло не одно поколение сельмашевцев и гамельчан. Выпускники столели и приводили сюда детей. Ну, в какой-то степени немножко, может быть, само собой. Дети подрастали. Понятно, что нужна смена. Так появилась студия. Сказать, что там, знаете, сидели и голову ломали. Вот как это нам так создать студию, чтобы это смена? Оно само собой получилось. Старшие выросли, они уже перешли за возраст образцового. Ну, мы так вот по-прежнему их называли. Старшая группа ансамбля танца «Апельсин». А потом нам кто-то сказал, ну, давайте вот пусть старшие ваши сдадут программу и получат звание народный. Вот вполне себе может получиться. Ну, хорошо, давайте. Пускай во дворце будет еще один коллектив, у которого есть наименование. Но, понимаете, вот я не помню, наверное, этого уже всего вот так. Как это мы там голову ломали? Да никак мы не ломали голову. Мы работали себе тихонько. Оно как-то так вот выстраивалось. А может, мне это кажется уже. Сегодня ансамблем кируя Ирина Ветрова, дочка Раисы Васильевны. И это можно тлумачить, как голос крови, как династия. Насчатки исснуют у любых ансамблях. Тяжко выбрать иншую профессию, когда тебя еще у колызцы возили на концерты, и ты вырос на гастролях и репетициях. Это лез. Ира в свое время хотела поступить в Институт театра музыки и кинематографии в Ленинграде, на искусствоведческий факультет. У нее к этому был интерес, а потом она же росла рядом со мной. У нас много альбомов по живописи, литературы всякой и прочее на эту тему. Но я ее отговорила. Я говорю, Ира, там нужно по блату иметь большой блат, чтобы туда поступить. Дети всяких этих актеров и прочее, и прочее. И я ее отговорила. И она закончила Минский университет государственный. А потом, видимо, какая-то тяга у меня на репетиции день, два, три, одно занятие, второе, третье. А потом, уже будучи в солидном, в зрелом возрасте, сама стала к станку, брала уроки частные. И вот так. А с точки зрения такой, вы знаете, режиссерской, что ли, у нее очень хорошая голова в этом плане. Наверное, это тоже помогло. И это очень многих удивляло. Как это два человека, которые не имеют специального хореографического образования, вот делают, держат этот коллектив? Ну, это было, когда, допустим, четыре года ансамблю было, пять, шесть. Но когда ему стало уже 25, когда он уже имеет звание заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь. И когда к нам пришла наша девочка, которая выросла в апельсине, Ира Николаева, стала балетмейстером. И у них сейчас замечательный тандем. Замечательный. Ну, я надеюсь, уже больше ни у кого, наверное, нет вопросов. Худки посажа ног, ослепляльные усмешки, стук обцасиков растапливали сердце паусюль. У Франции, Польщи, Сербии, Чехии, у многих регионах России ансамблю был и есть доброй визитовкой продукции Гомсельмаша. Ах, як права балерына Майя Плесецкая, яка стверждает, что пасля балета усе лёгко, годов танцевала у Апельсини, закончила Гомнинский колледж мастадству. Теперь учатся по той же профессии во Университете культуры, працюя балетмейстером у Апельсини. 18 выпускников ансамбля обрали профессию балетмейстеров обутанцоров. Истеперешнего составу большесть танцоров усёж станет соправными профессионалами. И у свободного от працы Хвилинку и они будут вспоминать своё перше дочинение до мастадства Терпсихоры. Я поступила в колледж искусств Соколовского в 2007 году после 9 классов. И 4 года обучения в колледже, параллельно занятия в ансамбле и определили мою дальнейшую судьбу. По окончанию колледжа я начала работать в хореографической школе 2 года, что тоже заложило какой-то фундамент на будущее. В 2013 году я туда ушла и продолжила свою деятельность уже в хореографической студии более, так сказать, свободно уже в роли руководителя тоже. Ну и не забывала ансамбль тоже. У апельсиновцев с первых дн склалася мастадская педагогичная креда быть за усёды новым, взявлять незвычайным, учиться так весело, выховывать так захопляючь, кожному быть зоркой, а усим разом коллективом ровно. Поскольку у нас есть группы переходные, мы переходим из одной группы во вторую, поскольку, наверное, такой глобальный отсчёт ведётся из того периода, когда мы переходим в апельсин плюс и как-то получается, что частями переходим, часть людей переходит сразу и вот, наверное, в моём понимании это наше поколение в плане, не в плане каких-то возрастов, а в плане совместного, совместных занятий вот этого периода, поэтому, ну, сложно сказать. Знаю, что очень много людей прошло, очень много людей занималось со многими, до сих пор поддерживаем отношения, знаем старших наших, которые были, встречаемся, если на улице, некоторые нас даже и не знают, но нам всегда приятно их встречать, иногда даже не здороваемся, потому что нас, в принципе, не знают, но нам приятно понимать, что это наши люди, что их жизнь тоже была связана с этим коллективом. Для мостатского керавника самое складанное, когда им кнутся у всех, а треба выбрать троих, одного у поездцы, одного на сцене, у танцы, у первой линии, у соло, вот тогда могут быть и слезы, и расшарования, у всё же стать не можно разрулить, серьезно, а вот с гумором. Допустим, хотелось стать в какой-то танец, а в состав, допустим, шесть человек танцуют, очень уже старалась и во второй, и в третьей линии пока было, чтобы стать в первую линию. Вот, может быть, только поэтому слезы были, чтобы стремились, стремились всё время лучше, лучше, лучше стать в первую линию, чтобы нас взяли именно заступать на сцену. Про атмосферу в коллективе ходят легенды. Хоть керовник часом напуская на себе строй и выглядит, дети отшивают вилизарную до их любовь и отказывают взаимностью. Им подобается быть разом, им подобается скакать под ветром. «Они нас учили как правильно жить манерам, общению, поведению. Это очень помогло в моей жизни, до сих пор их вспоминаю и пользуюсь их советами». «Ансамбль». «Ансамбль учит танцевать, но ещё и то, что ансамбль закладывает какие-то, если хотите, какие-то нравственные, какие-то этические основы, какие-то манеры поведения, скажем так. В ансамбле есть хорошие традиции. Допустим, вот когда мы выступили, нас угостили конфетами. Мы это всё делим на всех, и у нас нет слова спасибо. У нас есть служу ансамблю «Апельсин». Это очень давняя традиция, очень давняя. Вот сейчас Новый год детские утренники обслуживали, детям, опять-таки, благодаря нашему родному Гумсельмашу, детям дали новогодние подарки. Они все стоят, вот их там сколько человек, все стоят, и никто не говорит спасибо. Потом, когда получил последний подарок, они все хором кричат, служу ансамблю «Апельсин». Это вроде бы шутка такая, но в этом тоже есть какая-то такая маленькая ниточка, привязка. Сёння «Апельсин» – это 164 человеки во взросе от 7 до 25 годов. Их приоритет – развитие ансамбля и в глыб, и в ширки. Их программы с каждым годом у СЕРЧей и насыщений. Для кожного номера всем артистам шиются костюмы, плюс якосное светло, губ, декорации, сетка их школ танца постоянно поширается. Каждый год 7 января у нас традиционно рождественская встреча сегодняшних и бывших участников. Каждый год как-то нас пригласили выступить в рождественском концерте в УКЦ 7 числа. И нам очень хотелось там выступить, потому что вы же понимаете, это престижный концерт. Но мы не могли, потому что люди же из Минска едут для того, чтобы встретиться с участниками. в УКЦ в УКЦ и в УКЦ и в УКЦ и в УКЦ Жалко, что уже вот жизненного и, скажем, профессионального такого пути осталось не так много. Я уже кое-что не успею. Это жаль, но что делать? Я независливый товарищ, но мне, понимаете, если кто-то что-то делает, и я понимаю, что я это тоже могла сделать. И хорошо, а не успела, вот меня вот, ну, может быть, не жаба, конечно, душит, но лягушонок какой-то меня там грызет. Это и не дивно. Когда человек на своем месте, профессия становится часткой его життя. И верится, что Раиса Ветрова зрубить висек капкультурный центр Гомсельмаша стал привабным и любимым местом больного часу не только для жухарова микрорайона Сельмашевский, а и для усих, а мельча. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова